В правительстве региона провели четвертое заседание Наблюдательного совета территории опережающего развития столицы Арктики. Участники встречи обсуждали промежуточные итоги за два с половиной года работы ТОР. Территория опережающего социально-экономического развития столицы Арктики существует уже два с половиной года. Несмотря на санкционное давление, ТОР активно развивается. Сюда вложено на 36 миллиардов больше инвестиций, чем было запланировано. Это успех считают в правительстве Мурманской области. Сдерживает развитие только отсутствие в регионе газификации. Но и над этим идет работа. Уже фактически вложено нашими инвесторами 130 миллиардов рублей. Ну и создано 2600 рабочих мест в рамках тех проектов, которые мы реализуем на территории опережающего развития. По словам губернатора, первый резидент Новотек уже выполнил все условия соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития. Компания построила первый в мире завод по серийному производству платформ по сжижению природного газа на основании гравитационного типа. Хочу сказать всем коллегам, всей команде Новотека огромное спасибо. Почему? Потому что после введения санкций, отказа ряда партнеров технологических от продолжения реализации соответствующего проекта, тем не менее команду не остановил, компанию не остановил. И необходимые технические решения найдены, позволили продолжить эту работу. На начало 2022 года на территории социально-экономического развития столицы Арктика было зарегистрировано 8 резидентов, которые успешно продолжают движение вперед. А это опять же рабочие места и неплохие зарплаты. К слову, регион занимает третье место по северо-западу по величине среднедушевого дохода.